Девушки отдыхают Подписывайте лайки, подписывайтесь на наш канал. А это работает? Да. Люди подписывают? Нет. В смысле? Так, так не работает. Хорошо. Расскажи немножко о себе. Я программирую довольно давно. Деньги за программирование я получаю, по-моему, с 2006 года. Это хороший критерий. Не просто, когда ты программируешь, а когда ты получаешь за программирование деньги. Кто тебя начал первым платить за это? Это было заведение в Санкт-Петербурге при университете, в котором я учился. И занимались мы созданием бортовых спутниковых систем. Ты начал свой путь с космоса? Да, есть немножечко такое. Причем мы проектировали полный цикл от железок. Они отправлялись в Зеленоград. Здесь печатались, возвращались нам. Там мы ругались на зеленоградских рабочих, допаивали, что нужно. И писали внутреннее ПО. Внешнее тоже. То есть благодаря тебе космические корабли бороздят? Да, договоримся сразу. Тот, который упал, я ни при чем. Ну, а какой из знаменитых благодаря тебе еще летает? Слушай, я боюсь, что непосредственно к космическим кораблям это не имеет отношения. Если кому-то нужна более подробная информация, то гуглить нужно по словам Space Wire — космический провод. Это некий стандарт, помехоустойчивый, передача данных внутри системы спутника. Не обязательно спутника, любой замкнутый. Как тебя после этого занесло в мобильную разработку? Это был сложный переход, потому что на тот год, как несложно догадаться, мобильная разработка существовала только в формате Java 2ME. И iPhone, и Android, и вот это все еще как бы не было популярно. Я стоял между выбором Java Enterprise в финансовый сектор и мобильная разработка. На тот момент в Австралию эмигрировал мой сосед. Он, уезжая, сказал, Саша, прогай под мобильники. Воспользоваться его советом я решил следующим образом. Я собрал из открытых источников в интернете всех людей, которые так или иначе связаны были на тот момент с мобильной разработкой, написал им письмо всем о том, что вот я студент, есть выбор между А и Б, есть такие-то сомнения, что они могут сказать. Не чтобы они сделали этот выбор за меня, а чтобы они, может, подкинули каких-нибудь умных мыслишек. Вот. А дальше получилось случайно. У меня сломался ноутбук, моя Toshiba, и взамен мне скинули ссылочку на объявление, говорит, вот тут продается ноут, и продавался макбук. То есть это практически случайность. И ты стал программировать под iOS? Ну, я просто стал смотреть, что там есть. Смотришь, говоришь, о, GCC есть. Офигенно, уже полдела. Потом смотришь, говоришь, о, можно Qt Creator поставить. C++ есть. Уж прямо IDE-шечка, красиво, класс. Потом смотришь, говорит, о, X-код какой-то есть. Говорит, о, можно что-то писать. Вау. Я попросил из того списка людей, которым я писал, говорю, ребята, может кто-нибудь возьмет меня, там, стажером без зарплаты, там, супер-джуниором, ну, кем-нибудь. К сожалению, вакансий никаких не было. То есть я даже сходил на собеседование, меня там, честно, попросили запрограммировать табло для расписания рейсов, самолетов. Но вакансий, как таковых, не было. Меня отправили в классическую веб-студию питерскую. Был там единственным iOS-разработчиком. Ребята, которые меня туда заслали, они меня консультировали целых два раза. Но я все равно бесконечно им признателен. Они, в общем, до сих пор в страдью. Это такая старая гвардия iOS-разработки. И первая версия операционки, под которую я писал, была 3.1. Сейчас одиннадцатая, если вдруг кто не в курсе. Появляются они раз в год. Ты поработал в различных компаниях, да? У тебя был госсектор, получается, какие-то космические технологии. Потом ты поработал веб-студии. Теперь ты работаешь в крупном холдинге. Чувствуешь какую-то разницу? Вообще, чем они отличаются между собой? Ну, они все между собой отличаются. То есть, в госконторе было прикольно то, что ты работаешь... Это не обязательно так, но у меня. Было прикольно то, что ты работал с такими околонаучными вещами. Это крайне увлекательно. Некоторое количество моих одногруппников до сих пор там работают. В веб-студии было прикольно то, что это первое классическое коммерческое место работы. Его сложно забыть. Какие-то иностранные заказчики, ты что-то с ними делаешь, что-то придумываете, ты один в поле воин. Увлекательно. Например, в мобильном аутсорсе, в котором я тоже успел поработать, очень приятное впечатление производит разнообразие. Это довольно тяжело, но в целом очень приятно. Самые разные проекты, воображения не хватит представлять, что тебе может выпасть на разработку. В крупной компании очень интересно решать оптимизационные задачи. Помню, у нас был с тобой разговор, и мы обсуждали различные роли в команде, вообще различные уровни взросления программистов, начиная от джуниора, потом middle, senior. Каким выводом ты в итоге пришел? Одним из неплохих критериев, я считаю, то, как тебя называют коллеги. То есть, если коллеги в вашем круге считают тебя условно senior разработчиком, ну вот, поздравляю, ты, значит, и достиг. Я думал, ты скажешь, как они тебя называют в стиле «эй, ты», или если они уже начали тебя назвать по имени… Если по имени отчество, то это, видимо, высшая история. Да, да, то это уже senior, по имени это middle, а если и ты сделай task, то это junior. Любопытная классификация, это… Да. Хорошо, но у меня немного другая. Я помню, одним из важных критериев, которые мы с тобой тогда вырабатывали, было способность самостоятельно решать задачи. И область видимости, и область ответственности. Расскажи, вот, как она играет по-разному. У junior область ответственности — это task. То есть, если у него есть хорошо поставленная задача, он может с ней работать, и даже должен с ней работать. Должен ее закрыть. Но вход детерминирован и выход детерминирован. Соответственно, если где-то что-то пошло не так, junior, скорее всего, сломается на выполнении. У медла похитрее, он может понять, что с входом или с выходом что-то не так, подать об этом какой-то сигнал, понять, что кроме его задачи есть еще какая-то связанность, и что-то воспринимать более целостно. А сеньер, глядя на всю эту картину, еще может выдвинуть какое-то концептуальное решение, которое в целом поменяет работу всех остальных людей, которые с ним связаны. Это, естественно, только один из вариантов, например. Окей, расскажи тогда о какой-нибудь своей большой проблеме, обрале, факапе, которая позволила тебя в работе, и как ты ее решил? Задачи возникают постоянно, и почти все, с чем мы сталкиваемся, это просто задачи. Проблемы, как правило, связаны именно с людьми. Ну вот, например, у меня была ситуация, разработчик решил жениться. Благое дело, совет да любовь. Но он взял отпуск, все вроде бы неплохо, но из отпуска он не вернулся. План разработки был построен определенным образом, этот парень был, в общем, довольно нужен. И вот это прям печально. И ты понимаешь, что у тебя есть какой-то срок, обязательства, заказчик. Именно в аутсорсе это проблема, потому что там любая ответственность — это деньги. И как это решать? Это прямо ох-ох. Ну, как обычно, за счет волевого усилия и каких-то фантастических. Но я с тех пор предусматриваю даже такой сценарий. Скажем так, эта история меня многому научила. Еще одна классификация ситуации, когда есть проблема, это тогда, когда у тебя нету способов воздействия. Вот классический вариант — это Apple Review Team. Там какие-то непонятные люди, существующие по абсолютно недетерминированным алгоритмам, с которыми отсутствует прямой диалог, и они тебе что-то запрещают. И ты можешь спрашивать, говорить, прикладывать там доказательства, что-то еще, и нету какой-то связи. Вот это тоже я отношу к проблемам. У тебя нету способов воздействия. Все остальное — это задача. Ты так много говоришь о задачах. Давай мы предложим тебе какую-нибудь задачку, и ты покажешь ее решение. Давай попробуем. Попросили написать программку, которая проверяет, кто победил в крестиках-ноликах. Крестики-нолики или победила дружба. Есть несколько вариантов решения этой задачки. Как минимум, самый простой — это обход всего. Еще один вариант, который кажется мне достаточно простым, но интереснее, чем вариант обхода, это вариант, когда у тебя просто перечислены все выигрышные комбинации, а ты, соответственно, из них выбираешь ту, которая сейчас сыграла. Что нам понадобится? Нам понадобится, соответственно, описание рядов и колонок. Делать будем для простого поля 3х3. Для каких-то более интересных случаев, когда у нас есть поле n на n или вообще бесконечное поле, боюсь, что не в этот раз. Так, структура — это хорошо. TypeDef для структуры еще лучше. Так, теперь самое сложное. Теперь нужно каким-то образом все эти комбинации заполнить. А их как бы дофига. Но в этом дофига должна прослеживаться какая-то система. Иначе тяжко. То есть, что у нас есть? У нас, условно говоря, есть top row, middle row, есть какой-то bottom row, левая колонка, правая колонка и средняя колонка тоже, разумеется. Так, ну и по-хорошему у нас есть еще две диагонали. Это, соответственно, из верхнего левого в правый нижний и из, скажем, правого верхнего в нижний левый. Так, теперь, значит, что здесь должно происходить? Должно быть как-то вот так. И здесь получается самый простой вариант. То есть, у нас в рядах меняется только второй индекс. Можно немножечко упростить себе задачу. можно сделать примерно вот так. И здесь будет примерно вот так. И, соответственно, здесь будет еще на клавиатуре плохо работает стрелочка вниз. С колонками, соответственно, история будет несколько иная. Здесь, очевидно, изменение должно быть вот так. Нам понадобится для средней колонки это будет вот так. Для правой колонки это будет вот так. Так. Теперь осталось не напортачить с диагоналями. Что у нас здесь есть? Соответственно, что такое из левого верхнего в... Это 0,0, 1,1 и 2,2. То есть, вот так прошли. Из правого верхнего это получается у нас 0,2 через середину и в самый низ. Так. И для того, чтобы сделать нормальный обход, нам понадобится еще какой-то финальный элемент. Тоже, значит, вот такая структура. Тут уже... Вот. У нас есть вопрос у зрителей и на самом деле очень многих интересует похожая тема. Как установить баланс между заказчиками, вообще требования от заказчика и самой разработки? то есть, вот баланс между бизнесом и разработкой. Бизнес говорит, давайте завтра и вот все, что мы сегодня захотели, а разработчик хочет построить правильную инфраструктуру, хорошую архитектурную систему, на которую у него, может быть, не хватает времени. Единственным приличным критерием в этом диалоге является взаимное уважение. То есть, обе стороны должны представлять интересы друг друга. Поскольку сложно, находясь в одном погружении, понимать потребности другого погружения, возникают всякие связующие роли. Популярных ролей я знаю три. Это Team Lead, Head of Function и Технический Директор. То есть, это в моей классификации три роли, которые выполняют связи определенного уровня между разработкой и бизнесом. Они должны донести до бизнеса риски, то есть, например, да, мы сделаем это быстро сейчас, потому что это имеет некую коммерческую ценность, но потом придет час расплаты и так далее. Вот как они это донесут, это уже их работа, их ответственность. Соответственно, бизнесу тоже неплохо бы понимать, что есть зона компетенции. И зона компетенции бизнеса — это бизнес, зона компетенции разработки — это разработка. Если бизнес не признает компетентность разработки и работает с ней в приказном порядке, это возможно, но это тогда должно дорого стоить. ты не упомянул, может быть, не знаю, по каким причинам расскажешь, по каким, о agile разработке, о каких-то гибких методологиях, Scrum, Kanban. То есть, упоминая роли, которые их связывают, у тебя не появился, которого я ожидал, Scrum Master, например. О, божечки. В чем фокус? Фокус в том, что методологии, во-первых, они довольно старые сами по себе. Это концепции... Я как-то разгребал антресоль у себя дома, и книжки, которые я оттуда выгребал, в основном технического характера. В квартире жили люди, эмигрировавшие в США, занимались помехоустойчивым кодированием, чем занималась, в общем, и моя кафедра. Там книги 60-х годов, концептуально, много чего сделано и так далее, но фундаментальные вещи остались. С agile'ами и всем остальным очень похожая ситуация. В чем есть сложность? Сложность не в методологии, а в том, что выполняют ее люди. А люди часто склонны эту самую методологию нарушать в силу фантастического разнообразия причин. Я их не упоминаю, потому что методология не решает проблемы, и инструменты не решают проблемы. Проблемы и решают, и создают люди. Какого размера твоя команда? У меня маленькая команда, сейчас два Android-разработчика, два iOS-разработчика, открытая позиция тестировщика и дизайнера. И для определенного типа проектов я считаю этот баланс очень хорошим. У нас есть резюме человека, который хотел бы начать свою карьеру как мобильный разработчик. Может быть, ты его посмотришь и что ты ему порекомендуешь? Или предложишь ему присоединиться к твоей команде? Показывай. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут появляется. Общаюсь в телеграм-чатах. Это важно, конечно, это очень важно. На самом деле нет. Вечерняя физмасс-школа. К сожалению, я учился в Петербурге, и я плохо знаю классные школы в Москве. Бауманка. Класс. ИУ-4. Слава богу, с расшифровкой. Абсолютный победитель Всероссийской Олимпиады районного уровня по информатике. Всероссийская Олимпиада районного уровня? Мне придется какое-то время подрать, чтобы осознать эту фразу. Не понял. Победил? Молодец. Хвалю. Хакатон. Бауманка. Приложение. Ссылку. Нет ссылки. Победил, но я не могу посмотреть на результат. Ни в виде чего. Ни статьи, ни фоток, ни ссылки, ничего нет. Технопарк. Прикольно. Значит, я могу сходить к коллегам и что-то узнать про этого человека. Дальше идут ссылки на open-source проекты. Это очень хорошо. Количество скачиваний меня здесь не столько волнует. Это означает, что я и коллеги, которые скоро будут работать в команде, потенциально могут посмотреть его код. Мы, в принципе, считаем, что если мы нанимаем программистов, то мы разговариваем про код. И иное просто странно. Поэтому каждый раз, когда у человека есть ссылка на какой-либо публичный код, неважно, законченный или нет. Нужно просто посмотреть, что он умеет, как он пишет, как он видит. Так, клиентское приложение, распознавание, open-sv. Приятно. Видно, не зря человек в Бауманке учится. Тестовое задание в Яндекс. Все очень хорошо. Здесь, с точки зрения кода, все очень здорово. Здесь прямо есть простор, можно вонзиться и ковырять. Так. Есть много правильных слов технологических. Clean Architecture, правда, не указано, какая. С Google IOW 2017 или дядюшки Боба в оригинале. Dagger, почему-то не второй, а первый. Kotlin, ну, допустим, Rx Android, Retrofit. Ну, очень здорово. Это очень хороший набор технологий. Я бы с парнем обязательно поговорил. Чтобы жизнь медом не казалась, в резюме я еще периодически тыкаю во все упомянутые слова. В Blitz режиме. То есть, например, человек написал SQL, спрашиваешь, ну, как, брат, выбрать все записи из таблички? Вы не поверите, но 9 из 10 не могут этого сделать. Просто выбрать все записи из таблички. Как? Режим напряжения на лице, а ответа нет. Поэтому, если здесь написано много всяких слов, то кандидата я протыкаю по ним по всем, но в очень быстром режиме. Это классный парень, я бы его позвал. Ты обратил внимание на open source проекты. Мне кажется, люди, которые рассматривают резюме, делятся на два лагеря. Те, кто поддерживает участие в open source проектах, те, кто считают, что это отвлечение на нерабочие вещи, и, скорее всего, ты будешь в рабочее время заниматься своими еще open source проектами и меньше посвящать времени работе. К какому лагерю ты относишься? К тому лагерю, который от резюме ждет не open source проектов, а приложенного кода. Если бы он приложил ссылочку на какой-то там свой нежалкий проект на каком-нибудь облаке, меня бы это тоже устроило. Не важно, что не open source, мне нужен пример кода. Здесь он сделан в виде open source. Но если вернуться именно к твоему вопросу, я, в принципе, верю, что, скорее всего, большинство проектов будет с открытым кодом. Современные технологии настолько сложные и всеобъемлющие, что от того, что код открыт, в общем, ничего не меняется. Ну и, Коль, мы разобрали столько интересных резюме, мы хотим провести с тобой небольшое собеседование. Возьмем задачку и попробуем ее решить на классическом вайтборде. Божечки, ну давай. Саша, у нас для тебя будет практическая задачка. Представь, что у тебя есть виджет из трех элементов. Элемент 1, 2 и 3. Так. Они автоматически подгружаются при загрузке. На экране отображается первый. В данном случае второй. Только один отображается. Так. Но запрос на показ ушел по всем трем. И это сломало нам статистику персонифицированную. Как бы это сделать так, чтобы нивелировать эту проблему? Или выбрать ее совсем? Ого-го. Смотрите. Значит, здесь есть несколько путей решения. В чем проблема изначальная? Потому что вот эта штуковина по дефолту грузит не только активный таб, но и соседей. Значит, персонификация ломается, потому что мы на сервер отправляем информацию о том, что пользователь видел то, чего на самом деле не видел. Это печалька. Что можно сделать? Совсем вырубить подгрузку первого и третьего нельзя хотя бы из-за UX, потому что, когда ты листаешь влево-вправо, нужно, чтобы все было очень бесшовно. Как это порешать? Значит, первый вариант. Если добавлять какие-то признаки к запросам, типа запрос ушел, но еще активен, придется как-то хранить информацию, это сложновато. Плюс наверняка тебе понадобятся всякие атрибуты. Сложно. Можно поступиться данными и, например, отправлять события только если произошел offset. То есть, есть какие-то скрытые здесь данные, ты их листаешь и так далее. Но тогда мы продолбаем то, что уже сейчас есть на экране. Относительно неплохим способом мог бы быть отказ от статистики на основе запроса подгрузки данных для таба и переход к статистике на основе данных о подгрузке каждого конкретного элемента. То есть, вместо того, чтобы строить статистику на подгрузке таба, ты вешаешь события вот сюда. Здесь, соответственно, говоришь, что это какой-то product view. и тогда что получается? Значит, для активного таба ты отправляешь их в аналитику, для неактивных табов ты формируешь словарь, в котором ID-шник это ID-категории, а значение это массив запросов. Вот, соответственно, у тебя есть какой-то там request 1, request 2. Дальше, когда происходит смена таба, здесь у тебя будет какое-то там событие, там, on-change, ты смотришь в свой буфер, находишь там по ID-шнику ту категорию, которая есть, смотришь, какие запросы статистические для нее еще не ушли. В принципе, эта модель могла бы сработать, но надо проверять. Я знаю, у тебя для наших зрителей есть какой-то вопрос или задание и подарок. Расскажи, что это будет. Так, значит, я как любитель всяких околоинтеллектуальных игр, есть такая игра Донетки, она же ситуация. Тебе объясняют какую-то ситуацию, но не полностью. Ну, например, человек никогда не был студентом Кембриджа, но при этом он получил диплом. И тебе нужно, задавая ведущему вопрос, на который он может отвечать только да, нет или не имеет значения, восстановить, собственно, а в чем там суть истории. В чем проблема? Мы играем в эту игру с друзьями очень давно. Донетки кончились. Мы уже писали их сами, мы выгребли весь интернет, англоязычный, русскоязычный. Они кончились. Я был бы очень признателен, если бы кто-нибудь накидал в комментарии разных Донеток. Ну, прям с ответами сразу. Мы бы их затестили. И тому, кто предложит самую интересную историю, я бы хотел подарить две книженцы, которые помогли мне на моем пути в становлении программиста. Это, собственно, классика язык программирования C, Кернигана и Ричи, и Effective Objective C, несмотря на то, что Objective C тут пытаются все задвинуть, это хорошая книжка. Что ж, присылайте свои Донетки в комментариях, а Саша выберет лучшую и подарит свой подарок. Ну, и небольшой Блиц. Последняя книга, которую ты прочитал? Если не художественная, то это русская модель управления. Понравилась? Да, пожалуй, да. Согласен, что русские ленивые, только пока их не пнешь, ничего не начинают делать? Мне не нравится обобщение. А какая-нибудь техническая книга? Последняя техническая была документация по Swift 4. А что лучше, Swift или Objective C? Ой, ну, они пара разные, я что-то пока ближе к Objective C, чем к Swift. Kotlin или Java? Kotlin мне нравится больше, чем Java, но специалистам себя в этом вопросе я не считаю. Как выбрать все записи из таблицы? Select звездочка from table. Точка с запятой. Отлично. Покупать или продавать биткоины? Поздняк. Ну, так продавать надо, наверное, нет? Ну, нечего, господи. Я прошляпил этот момент. Надо было заморачиваться году в 2011. Я знаю, что ты играешь что-никогда. У тебя есть мечта попасть в заветный домик? Нет, совсем нету. Мне почему-то никогда не казалось, что это прямо цель-цель-цель. Нет. Какие у тебя еще есть хобби? Ну, их три. Кроме что-где-когда, которая помогает тренировать ум. Есть горные походы, которые скорее про тренировку тела. И есть ювелирные работы, которые скорее про тренировку духа. В общем, можно залипнуть на какую-нибудь детальку и долго-долго с ней разбираться. Спасибо, Саша. Получилось очень интересное интервью. Ты невероятно интересный, открытый человек. Торнанд. У нас в студии был Александр Черный, руководитель мобильной разработки. Всем спасибо. Присылайте ваше резюме, отвечайте на наши вопросы и ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова